всем привет добро пожаловать школу эмоционального интеллекта меня зовут алексей красиков здравствуйте решил записать вам еще одно видео по тему к на тему коронавируса и что такое манипуляция мне не так давно прошел курс по манипуляциям мегаполиса если интересно он есть у меня на сайте можете посмотреть больших 5 уроков сейчас я хочу рассказать как выглядит манипуляция и как вы поддаетесь на манипуляцию когда мы говорим о статистике все мы видим практически каждое утро графики и цифры где у нас есть количество инфицированных по всему миру в городах в регионах и областях количество выздоровших и к сожалению умерших и на фоне вот этой статистики у человека возникает определенная ассоциация и интерпретация в отношении к событию ну например если у нас там 400 тысяч человек по всему миру заражено из которых там значит там 17 тысяч умерло то у вас 400 тысяч 17 процент вы начинаете как бы испытывать определенные чувства а теперь смотрите в чем в чем есть подвох о котором многие не знают и не понимают вот эта цифра количество инфицированных называемых это цифра положительных тестов на коронавирус статистика будет правильный и верный если бы например мы бы взяли город милан всему городу милану провели бы априорное тестирование симптомов человек без симптомов всем бы взяли анализы из например 5 миллионного милана мы бы увидели такую-то картину по диагностированным коронавирусным инфекциям и такую-то картину процентов тяжелых и такую-то картину процента смертности и возраста смертности вот тогда вы бы увидели правильную статистику где вы бы увидели что из 5 миллионного милана большое количество людей инфицированы коронавирусной инфекцией по за выступлению итальянской стороны который недавно опубликовал в моем инстаграме 50 процентов проходит легко или бессимптомно 7 процентов требует госпитализации реанимации тяжело протекает из которых смертность составляет такой 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 к чему я 4000 человек погибших из 30000 звучит страшно а 4000 погибших из 4 миллионов звучит понятно для понимания сути остроспираторных заболеваний даже но за но за за но за нового типа поэтому когда вы хотите побоятся когда вы хотите посчитать цифры вам надо понимать что в москве не проведено такое количество повсеместных тестов чтобы говорить о правильности статистики значит теперь вы будете видеть естественно в любом городе в том числе и в москве нарастание цифр по количеству инфицированных нарастание цифр будет связано с тем что будет нарастать объем лабораторий и будет нарастать объем диагностики и следить здесь надо не на объем инфицированных а следить здесь надо на объем тяжелых и на объем летальности то есть на самом деле грубо говоря в москве может быть болеть остроспираторным заболеванием коронавирусным нового типа 3 миллиона человек из которых госпитализирована в тяжелом состоянии ну человек 30 из которых двое скончалась ввиду осложнений связанных с их анамнезом возрастом отягоченностью и сопутствующими заболеваниями тогда в головах людей будет реальная картина поэтому когда вы видите статистику пожалуйста понимаете что статистика будет верна тогда когда она будет обрабатывать стопроцентное население города в данный момент мы имеем дело только с положительными тестами но и мы не имеем дело с повальной тяжелой картиной и последнее по поводу карантинов по поводу ограничений я сейчас не буду комментировать свое отношение к этому я скажу так что здесь в большей степени идет перестраховка для того чтобы не случилось так что резко больницы будут заполнены вот этими тяжелыми пациентами в возрасте просто если вдруг резко приедет двадцать тысяч пожилых пациентов которым потребуется интенсивный уход вот этого не хотят медики вот этого не хочет мэр города вот этого не хочет президент потому что вводится это только для этого а не потому что сам по себе вирус патогенный даже власти италии объяснили что из всего населения инфицированного этим самым несчастным к видом 7 процентов находятся в интенсивной терапии это они в основном 70 плюс вот как выглядит манипуляция цифрами и как вы создаете неправильную интерпретацию ситуации будьте здоровы ваших сикрасиков школа эмоционального интеллекта до встречи пока